Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим телескопический погрузчик Merla TurboFammer 42.7, на который я как раз опираюсь. Этот погрузчик пришел на смену устаревшему поколению Merla TurboFammer 34.7. Эта модель была продана в очень большом количестве. Ее все знают. Знают ее плюсы, знают минусы. Чем она была хороша? Это была простая машина, достаточно надежная. Грузоподъемность у нее была 3-4 тонны. Высота подъема 7 метров, то есть те параметры, которые наиболее востребованы в сельском хозяйстве. Минусы у нее, естественно, тоже были, поэтому перед инженером Merla стояла непростая задача. Нужно было сохранить плюсы старой машины и убрать минусы. Все это у них получилось в этой новой машине. Сердце любого погрузчика – это его двигатель. На нашей машине установлен дизельный двигатель Kubota экологического стандарта Евро-3. Несмотря на свои компактные размеры, он достаточно мощный и выдает около 100 лошадиных сил, при этом экономичный. И, как вы видите по устройствам, он элементарно простой. То есть механический насос, фильтры, вы все видите, все это под рукой и очень легко и доступно для обслуживания. Двигатель приводит в действие мощный аксиально-поршневой гидронасос. Производительность его 140 литров в минуту при давлении 210 бар. Это позволит обеспечить до трех одновременных движений стрелы. Также от двигателя приводится в действие насос гидростатической трансмиссии Merlo. Особо хочется отметить, что гидростатическая трансмиссия Merlo имеет отдельный контур от рабочей гидравлики машины. Почему это важно? Во-первых, это долговечность самой системы. Отдельный контур – это 11 литров чистого масла с отдельным фильтром. А во-вторых, при нагрузке на основные рабочие органы при подъеме стрелы или проработе других органов погрузчика, то есть падения оборотов в двигателе не будет. Блок радиаторов. От старого погрузчика 347 новому досталась легкосъемная сетка, защищающая радиатор от загрязнения. Да, вы можете сказать, что это же надо выходить с кабины и очищать ее. Да, поэтому конструкторы Merlo поставили реверсивный гидравлический вентилятор. Одно нажатие кнопки – мусор выдувается автоматически. Рама для погрузчика имеет критически важное значение. Она выполняет не только несущую функцию, но и обеспечивает развесовку погрузчика и выступает в роли груза. Обратите внимание на толщину рамы. Поставственная рама Merlo отличается от других производителей наличие сплошного кругляка по периметру. Это не труба, это сплошной кругляк диаметром 60 мм. Он обеспечивает не только защиту элементов, но и развесовку машины. Обратите внимание на заднюю часть. Вы не найдете здесь противовеса. Это, во-первых, меньше габарит, улучшает обзорность и исключает козление машины при перегонах. Мосты погрузчиков Merlo портального типа. Что это дает? Обратите внимание на клиренс. Только посмотрите. 56 см. Для погрузчиков, которые работают в сельском хозяйстве, это исключительно важно. Это не машины, которые будут ездить все время по асфальту, либо по складским помещениям. Это машины, которые работают в тяжелых условиях эксплуатации. Поэтому клиренс имеет политически важное значение. Мосты Merlo собственной разработки и собственного производства. Что это дает? Это очень важно на самом деле, поскольку мост Merlo разрабатывается под конкретный погрузчик, под его параметры и под определенные условия эксплуатации. Мы не подгоняем погрузчик под какие-то существующие мосты, если бы мы ставили, допустим, Dan, Spicer, либо других производителей. А мы конкретно изготавливаем мост под определенный погрузчик. В мостах установлены сухие гидравлические дисковые тормоза. Почему тормоза сделаны сухие, а не в масляной ванне, как у других производителей? Это объясняется очень просто. Потери КПД. В тормозах в масляной ванне происходит постоянная потеря мощности за счет перемешивания масла. Продолжение следует... Стрела. Стрела – один из самых важных узлов телескопического погрузчика. Только вдумайтесь в требование, которое к ней приявляется. Она должна поднимать вес более 4 тонн, на высоту более 7 метров, и при этом делать это все достаточно быстро. Несмотря на кажущуюся простоту, она довольно-таки сложное устройство. Обратите внимание на расположение сварного шва. Он расположен в зоне наименьших напряжений. Вся высокотехнологичная начинка стрелы расположена внутри. Чем из окошка можно увидеть. Цилиндры, шланги, провода, датчики – все спрятано внутри. Это защищает их от поражений. Что делать, если какой-то узел стрелы вышел из строя, и его нужно ремонтировать? Инженеры Мерло просмотрели даже это. Вся нашлика стрелы находится в специальном выдвижном картридже. В задней части стрелы снимаем люк, и весь картридж достается. Обратите внимание на размер гидроцилиндров на стреле. Этот узел погрузчика испытывает колоссальные нагрузки при работе машины. На передней каретке расположен гидравлический замок фиксации рабочего оборудования. Это стандартно оборудование каждого погрузчика Мерло, и вам не нужно выходить из погрузчика при смене любого оборудования. Продолжение следует... В компании Мерло традиционно всегда очень много внимания уделяет мелочам. Обратите внимание, защита фары. Вроде бы мелочь, но она защитит вашу пару от повреждения при падении груза. Или вот, например, такой момент, как защитная решетка стекла. Такое есть у каждого производителя, скажете вы. Да, но у них большей частью расположена она под стеклом. То есть при падении груза ваше стекло будет защищено. Просто решение, но оно сэкономит он тысячи рублей. Кабина погрузчика обеспечивает комфорт и безопасность оператора. А комфорт оператора – это прежде всего производительность вашей машины. Обзор из кабины оператору не менее важен, чем комфорт. Оператор должен видеть все происходящее вокруг погрузчика. Ему не должны перекрывать обзор ни стрела, ни капот, ни сзади свеса. Дверь кабины погрузчика открывается на 180 градусов. Обратите внимание на ширину проема. Очень широко. Оператору очень удобно заходить. Кабина внутри максимально просторная. Больше метра ширины. Вы не будете задевать локтями ни за какие рычаги, ни переключать. Новая система отопления и кондиционирования выполнена по аналогии с легковыми автомобилями. Посмотрите, насколько все просто и доступно сделано. На правой стойке выйдет светофор индикатора безопасности. Он показывает безопасный диапазон работы стрелы с грузом. Новая приборная панель с функцией диагностики машины. Удобный эргономический джойстик. Имеет дубликатор переключения направления движения. Также основной рычаг находится слева под рулем колесом. Каждый может выбрать вариант, который ему больше нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин